Вот он съезд, да. И вот здесь начинается бетонка, и хрен его знает на самом деле, куда мы дальше приедем. Ну, в общем, смотрите сами. Продолжение следует... Так, ну что, добрались вроде, надо тут немножко пешком подойти. Там, в принципе, есть подъезд, но сейчас после дождей дорога, не знаю, видно или нет. Как я говорил, там она такая размытая, мы не рискнули на фиксике на своем туда спускаться. Поэтому решили пройти немножко пешком. Само водохранилище вот оно. Обмелело, конечно, но сейчас уже немножко поднабралось. Пойдемте спустимся, ну, прямо к водохранилищу, посмотрим. Ну что, вот оно, само водохранилище. Насколько оно обмелело, вы можете видеть вот синий столб, вернее, столб синий с белыми полосками, с сине-белыми полосками. Дальше идет сама дамба, где происходит сброс воды. Понятно, почему сейчас сброс не происходит, да, туда вода просто не достает. Но оно наберется и все будет хорошо. Я так дю... Да, метра три. Да, наверное. Метра даже, может, четыре еще надо поднабрать. Ну, сами видите метки, я не знаю, видно, должно быть их видно. Само водохранилище вот так. Люди на машинах с полным приводом, во всяком случае, заезжают. Вон стоит, хотя вижу, вон там вообще Таврия стоит. Видимо, он заезжал какой-то другой дорогой, про которую мы не знаем. Но пойдемте к воде. Да, вот то все вдаль, это все водохранилище, водохранилище, вот так вот оно все. Новая строящаяся мечеть, кстати, кто спрашивал. Вот видите, минареты стоят. Но сдачу перенесли, как я уже говорил, ее сдавать будут чуть попозже от запланированного. Вот так вот. Кстати, вот видите, вот этот вот пригорок, вот именно здесь, вот над ним, там у нас как раз участок есть. Как раз мы его, да, все никак не продадим. Вот так вот. Ну да, вот они сбросы. Ну, в принципе, да, сильно обмелело, конечно, сильно. Но ничего, наберется. Не первый раз? Не первый раз. Кстати, был случай, когда оно пересыхало посредине, по нему можно было перейти. Вот рыбакам раздолье тогда было. Ух! Да, я лично сам туда его переходил. Как раз мы поехали с Карифаном прогуляться, за грибами так сказать. Я грибабаст! Я грибабаст! Я грибабаст! Поехали на автобусе, доехали до Строгановки. Это такая деревня, вот здесь за лесом. И оттуда вышли, прямо через лес пошли, как раз через лес собирать грибов, чтобы выйти на водохранилище. И вот эта дорога, которой мы идем, вернулся в город. Но когда вышли, удивились, что водохранилище-то и нет. И мы вот так, грубо говоря, по дну перешли как раз в Марьино. Сели на троллейбусе, поехали по домам. Была такая история. Я уже не помню, какие-то были годы. По-моему, конец 80-х, может быть, начало 90-х, где-то так. Но да, было такое на моей памяти. А вообще здесь классно. Тихо так. Люблю тишину. Вот смотрите, друзья, где мы идем, уже должна быть вода. Вот здесь обычно уже вода. Но воды нет. Вот как четверда, кстати, хорошо выглядит. Весь в снегу. Весь в снегу, да, беленький. Вон, видите, Таврия стоит на берегу. Здесь как бы нормальные машины стоят. Паджеро. Паджеро, да, как бы все дела. А там, как оказалось, Таврия, это бедная. Здесь крышки полуострова в миниатюре. Точно, полуостров. Ну, в общем, как-то вот так. Сейчас дойдем до водички. Водохранка запахла. Да, прям хорошо пахнет, слушай. Не тухлой рыбой, как положено, а прям нормально запахло. Хотел сказать, снег лежит. Да, какая-то краска. Кто-то здесь что-то явно разлил. Ну, вот мы и добрались до воды, друзья. До острова. До острова, да, на Стрежень. О, мягонько стало. Я сто лет на этой стороне не был. Прям круто, круто, круто. Да, класс. Раньше в советское время, ну, когда я, скажем так, был маленький, когда мне было лет восемь, десять, вот это считалось блатное место. То есть сюда приезжали рыбаки, грубо говоря, ставили палатку и приезжали, знаете, как не на одну ночь, там, на две, на три ночевки. И спиннинги забрасывали в обе стороны. То есть, представляете, у вас, и слева вода, и справа вода. Разводили костры, даже купались, когда, ну, жарко, лето. То есть, да, это как-то потом вот почему-то вдруг стало нельзя купаться, нельзя разводить костры на территории, ну, вот здесь. Хотя, ну, всегда было водохранилищем. Для меня вообще очень много вот этого непонятного. Ну, тем не менее, оно осталось нашим водохранилищем, прикольным, с рыбой. Теперь я, правда, не знаю уже, что здесь водится. Да, оно в длину там 3,5 километра вроде. У нас был ролик отдельно по водохранилищу. С батей мы ходили и рассказывали там размеры, ширина, глубина. Ну, в общем, такое, всякое рассказывали. Про то, что копали его пленные после Великой Отечественной войны. Выкапывали, ну, работали здесь на выкопке этого. Питается оно, кстати, с Салгером. А вот там вот в конце Салгир в него впадает. Ну, и, понятное дело, здесь же через сброс выпадает. В четвердах меня прям радует. Прям так он подсвечен вдали. Не, ну, клево выглядит, правда. Видите, сланцы торчат прямо из-под земли вертикально. Да, вот так вылазит прям в футюм. Круто. Ну, видите, минареты, как эти стартовые. Пупайте, вышки. Как ракеты вроде стоят. Ну, минареты вот один нет, а три еще в лесах. Видимо, какая-то отделка там идет. Но на открытие очень сильно постараюсь туда попасть и все вам показать. Вообще классно было здесь, как же, здесь так спиннинг сейчас. А что ты, надо в машину бросить в удочку, пусть валяется одна. Надо. Три месяца уже собираемся бросить в машину в удочку, чтобы валялось. Чтобы вы знали, эта мысль пришла мне в голову еще где-то в августе. И до сих пор мыслью так в голове и сидит. Ничего не меняется. Бег. Вот вам немножко релакса с видом на четвердак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова А вот здесь вот, за лесом не видно, а там чуть выше, есть этот поселок коттеджный, называется Сосновый Бор, к нему идет отдельная дорога, и там закрытая территория, шлагбаум, в общем, въезд по пропускам. Но само место, да, вышел, метров 300 прошел, вот те водохранилища, а когда наберется, даже меньше. А, но место классное, конечно, тут для поселка, для этого обалденное. Так, ну что, здесь посмотрели, будем потихоньку выбираться. Там далеко, до машины эти. Машина стоит вот за этим леском, а там за бугром. Сколько мидий пропало, потому что вода сошла, видите, мидии. И весь пляж получилось утыкан. Вот чей-то зацеплюшек нашел, чью-то леску. А леска хорошая. Леска хорошая. Ну крючка нет. Крючка нет. Это в воду была борода. Ага. Да, вот они. Но эти еще живые. Вон брось в воду. Сделали добро. Да, делай добро и бросай его в воду. Леску мы, конечно, уберем, товарищи. О, Господи. Леска в воде. Это плохо. Вот они, видите, как оголяются эти мидии. Они там везде растут, а здесь вот вылазят. Я не знаю, это не мидии, наверное, какие-то ракушки. Не-не, это мидии. Просто пресноводные. Пресноводные, да. Они вырастают, друзья, до 20 сантиметров в пресной воде такие. Я вот не знаю, они съедобные или нет. Вообще говорят, что их едят. Да, говорят, что их едят. Но я на самом деле видел, ну, как человек доставал на в Симферополе на Ставке за молокозаводом. В камышах он доставал. Она, ну вот, больше, чем моя ладошка. Такого размера, медосы. Мы не ели, мы поржали, типа, ого, какая. И все, и выбросили. Кто знает, пишите в комментариях. А вот, смотри, неплохая лежит. Вот, вот, открыто. Да, но все равно это маленькая. Это маленькая. Ну, это вот такие уже, как морские. Да, просто у морских она... Вот она, как. Закрывашка идет вот здесь. А это, видите, она сбоку такая. Ну, вот такого размера здесь тоже бывает. Ну, это маленькая. Вообще, ну, да, гораздо вот больше. Так что, да, если кто знает, пишите. Можно их есть, нельзя. Или как их готовить. Потому как они бывают огромные. Все, пока выбираемся назад. А если вы, друзья, скромный обладатель пары скакунов, то можно вот такие прогулки устраивать вдоль водохранилища. Это самый лучший внедорожник 4х4. 4х4 полный. На самом деле, мы абсолютно зря ходили все это время пешком. Размытую сверху, я вам показал. Там снизу идет абсолютно нормальная дорога. Там можно проехать. Но ладно, прогулялись. Нам полезно, как вы все пишете, гулять пешком. Так что мы прогулялись. В общем, возвращаемся теперь домой потихоньку. Ехали на обратном пути. Заехали на крымский симферопольский пиво-безалкогольный комбинат. Крым называется. Здесь вот, смотрите, ручками машут. Мы сейчас зайдем туда внутрь. Вот тут въезд. И стоят пакеты, палеты с пустыми бутылками. В общем, это вот здесь делается то самое симферопольское пиво. И самый вкусный лимонад в мире. Симферопольского пиво-безалкогольного комбината. Так что мы сейчас зайдем. Посмотрим, что там есть в магазине. И вот точно вам скажу, что свежее пиво вы точно не найдете. Потому что это пивзавод и здесь вот дело. Пойдемте в магазин. Та-дам! Здрасте! Точно, я же пиво не пью. У нас есть лимонад. Я знаю, знаю. Все знаю. Как прицел. Как прицел? Помашите ручкой в прицел. Я уже попрала. Я видел. В общем, ребят, пиво понятно. Розлив. Ну, что угодно. Вот так он выглядит. Ну, сами понимаете. Самое свежее пиво в Симферополе можно купить здесь. Очень большинная акция. Приходите, пожалуйста, к нам в обязательном магазине. Вот так. Еще и куча акций, друзья. Да. И рыбка даже есть. Сниженная цена. Все красные ценники. Посмотрите, пожалуйста, на разливное пиво. Ялта по 64. Крымская Вера 107. Была 167. Рекомендую. Мохито 35 на разлив. Вот так вот. В общем, акции серьезные. Ребята, и цены, вот смотрите. Жигулевская 44 рубля пол-литровая. Крепкая 57, 55. Симферопольская 44, Севастополь 53. Ялта по акции 37. Отлично. Цены прям отличные. Ну и, как я говорил, самый вкусный в мире лимонад. Это симферопольский лимонад. Это ситро. Лимонад стоит 43 рубля литр. Вот так. Тархун, мохито. Все есть. Естественно, мохито безалкогольное. Так что ролик для детей. Все безалкогольное есть. Так что вот так вот. Ну, в общем, будете проезжать мимо, заезжайте, покупайте закусок. А, да, рыбы вам, закусок всяких. Смотрите, сколько тут всего к пенному. Прямо куча чего есть. И окушок, вон, смотрите, какой лежит. Филе кальмара. Еще один окушок. Салака лежит. Да ну, ребят, вы что, тут просто огонь. Судак есть. Щука, вон, смотрите, сушеная. Никогда не видит. Круто. А, маму кладить щука. Вот, не надо. Круто, 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 круто. Просто круто. Сейчас Лешик себе выберет и уже включимся попозже. Рекламная пауза, ребята, сейчас. Ребята, вот видите? Светлое пиво, сидр. И темное вот там лежит, не знаю, видно или нет. В общем, вот такой тут указатель стоит, живое пиво. И, в принципе, вот такой, ну, пока без этой вот, без рекламы, без ничего в магазине. Так что, если реклама, я так думаю, скоро времени появится, потому как идут какие-то отделочные работы еще, будете ехать, знаете, где купить. Ну, а мы продолжаем движение домой. Народ, мы дома. Путешествие закончилось, проехались. Дела все свои порешали. Ну, не все, скажем так, большую часть, которую надо было бы порешать. Остались у нас еще нечлены некоторые вопросы по автомобилю. Ну, это, да ладно. Вот. Вот, как вы видели, заехали на пивзавод, взяли корюшки вяленой, да и пивка. А надо все-таки вечер закончить на торжественной ноте. Поэтому, что я хочу сказать. Да, собственно, все как всегда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на все, что там у Сани есть. Я думаю, следующая суббота будет поинтереснее, потому что есть у нас планы на следующую субботу уже. Но говорить не буду, а то, знаете, опять наговорим, а раз и не получится. Так что, все. Всем пока. Да, в общем, вот такой вот у нас вышел день, ролик. Не знаю, пишите в комментариях, что вы думаете. Мы съездили туда, съездили сюда. Чего-то, чего смогли, показали. Уже под конец, когда возвращались домой, все-таки пошел дождик. Небольшой, но пошел. Поэтому, в принципе, правильно мы сделали, что не поехали к морю. Потому как к морю под дождем, ну, совсем не то пальто, сами понимаете. А так, ну, как-то даже немножко я подумарился. Ну, вот получилось то, что получилось. Пишите. Мы все комментарии читаем. Так что, вот так вот. Все, подписывайтесь. Дзен, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. Все будет везде. В общем, кому где удобнее смотреть, вот так. Ну, и все. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok